Вторая партия с мастером из Соединённых Штатов, дебют Рэть. Да, ДЦ достаточно принципиальный ответ, посмотрим. Да, НЖ-6, немножко менее принципиально. Мне кажется, после Коня-3 белая здесь отыграет пить. И вот эта позиция не исключена, что немного в мою пользу. Д2, на Конь-Б6 готов встретить путём Коня-5. Конь-5 выглядит странно, но такое вот нависание на ферзьевом флангах соперника, оно зачастую выгодно. Конь-Д5, иду на ДБ1, готов подкрепить Коня путём Б4. Ну и в целом такое расширение на ферзьевом фланге, наверное, полезно для белых. ДБ8, загадочный немного ход, видимо, чёрные просто хотят куда-то разбить белобольного слона. Не буду мешать. А6. Профилактика направленная против Б5. Не знаю, стоит ли играть А4 в этой позиции, но какой-то смысл есть. Может быть, всё равно хочу пойти Б5, Конь-Ж4. Тоже слегка загадочный ход, может быть, чёрные хотят пойти Конь-Ц3. Выглядит немного странно. В любом случае не пущу Коня-Ц3. Слон Е6 вроде как можно встретить путём Конь-Ж5. Лучше бы, конечно, это было проверить по-тщательней. Конь-Ж5, Конь-Ц4 вроде не работает. Конь-Е6, Конь-Е2, Корр. Х1, ФЕ, ФЕ6 и Конь теряется. Ну да, значит, нужно сыграть Конь-Ж5. Чёрным, видимо, придётся убирать слона. Д7. Можно забрать Пешку, но выглядит совершенно антипозиционно. Поэтому, пожалуй, не буду этого делать. Сограем К5. Может быть, подграживает БЦ, БЦ, ФЕ, ФЕ, Б8 с переходом в относительно выгодной для белых Эншпель. Е6. Избыточно защищая Коня, теперь грозит ЦБ. Видимо, придётся как-то определяться с ФЕ. Зенфлангом. Возьму Ц6. Соответственно, кем возьмёт мой соперник? Слон Ц6 тоже возможно. Да, Слон Ц6 сыграно. Передо мной стрельба, обратно на Ц6. В целом, вроде бы, пока никто не вынуждает. Можно не спешить с этим взятием. Подтянуть ладью, например. Особых противопоказаний не видно. Конь на Ж5 выглядит не совсем стабильно. Наверное, стоит его убрать на Е4 в какой-то момент. Но белые, похоже, получили небольшой перерез. Теперь надо пытаться извлечь из него что-то более серьёзное. На самом деле, следующим ходом я хочу забрать на Ц6. Забрать на Б8. Соперник... Забадает на Ф2, но при этом позволяет мне взять на Ц6. Конь Ц6, Ферзи Ф2, КРШ1, БЦ, Ферзи Б8, Ладья Б8, Ладья Б8, Слон Ф8. Да, и продолжение не видно. Как ни странно. Куд Е6, ФЕ, Ладья Ф1. А, Ферзи Ц5. Зевая Ферзи Ц5. Зачем я так много времени потратил на эти расчёты, непонятно. То есть, надо было, конечно, сразу сыграть кун Е4 и не думая. Было бы всё нормально. Теперь... Ну, белые, конечно, съедят пешку, но... Времени маловато. Готов я поменять Ладьи. Должно быть выиграно на одном фланге с лишней пешкой. Всё-таки у белых есть два слона. Но... Я постараюсь уже упростить позицию, просто чтобы не было проблем с падающим флагом. 23 секунды. Немного. Надо уже как-то простигнуть позицию. В крайнем случае сделать ничью. Постараюсь надвинуть пешки. Не совсем это грамотно и технично. Но, как я говорил, здесь уже надо хотя бы ничью сделать. А для этого нужно... Ставить проблему. Вроде как довольно выгодно. Теперь я могу силой сменять Ладьи. Минимум. Сменять. Хотя, может быть, и не стоит их менять. Потому что... Сейчас грозит слон Е8. Теперь мне придётся принимать меры. Немножко догоняю я по времени. Так, Е4 мат грозит. Это серьёзно. Надо брать. Я потратил очень много на этот размен. Шаг. На Е4. Готов взять ножи 5. Теперь, конечно, без совершенно выигранной позиции. Но это... Не важно, потому что времени совсем нет. Ну и вот такая вот концовка. Своеобразная партия. Надеюсь, что всем было интересно. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok